Всем привет! С вами снова Антон на канале Специи по вкусу. Один из самых лучших ресторанов мира находится в маленьком городке в Калифорнии. Называется этот ресторан French Laundry. Я давно хотел вам снять один из их рецептов, но я это уже делаю два месяца. И мне все постоянно говорят, что у меня какие-то рецепты все сложные. Так вот, недалеко от этого ресторана есть их пекарня, где они делают хлеб и всякие десерты. Я долго ковырялся и вспомнил один из их рецептов, который я довольно часто делаю. Он всегда очень классно получается и он жутко простой. Итак, сегодня мы сделаем овсяное печенье с изюмом по рецепту одного из самых лучших ресторанов мира. Я в него еще добавляю шоколад, потому что я люблю шоколад. И так у нас получится овсяное печенье с шоколадом и изюмом. Поехали смотреть! Крути заставку! Очень простой рецепт, смотрите внимательно и у вас все отлично получится. Итак, самым первым шагом, что мы сделаем, мы возьмем небольшую посуду и добавим туда наш изюм. У меня обычный изюм без косточек, я возьму хорошую пригоршню и добавим наш изюм обычной воды. Отставим изюм в сторону, пока мы готовим все остальные ингредиенты, чтобы он немного намок и набрался воды. Он тогда будет сочнее и вкуснее. Сейчас начинается самое интересное. Возьмем наш миксер. Кстати, если вы хотите на кухню купить себе какой-то аппарат, миксер это самая лучшая вещь, которую можно для кухни купить. Этот рецепт отлично делается в миксере за один заход и больше никакой посуды даже мыть не надо. Для начала возьмем 140 граммов масла и надо его хорошенько взбить на миксере, чтобы оно получилось мягким и таким похожим больше на крем. С моей вот такой пачки масла получается приблизительно треть пачки. Я его буду взбивать на миксере, пока масло не превратится в некое подобие мягкого крема. Около одной минуты вполне достаточно. Следующим шагом добавим сахар. Я этот рецепт делал много раз, я уже четко знаю, сколько нужно добавлять, но для этого рецепта в этих пропорциях нам понадобится 200 граммов сахара. Если хотите, можете использовать половину темный сахар, половину обычный сахар. Я обычно использую полностью темный сахар, потому что темный сахар хорошо работает с какао и получается намного вкуснее. Так, добавляем где-то 200 граммов темного сахара. Закрываем наш миксер и опять включаем его на самую большую скорость, чтобы сахар растворился в масле. Очень важно на полпути отскоблить все масло со стенок миксера, потому что оно здесь прилипает и не растворяется. Поэтому мы хорошенько все обскоблим и опять включаем его на самую быструю скорость, для того, чтобы сахар как можно больше растворился в масле. Повторим этот процесс несколько раз, для того, чтобы сахар равномерно растворился во всем масле, чтобы, конечно, полностью совсем он не растворится, но насколько получится, на данный момент нам будет достаточно. Так, опять закрываем наш миксер и продолжаем перемешивать. Итак, весь процесс с маслом и сахаром занимает приблизительно около двух минут. После того, как он минуты две покрутился, следующим шагом добавим сухие ингредиенты. Нам понадобится около 200 граммов муки. Если вы делаете обычное всяное печенье с изюмом, то какао добавлять не надо. Тогда кладите полностью 220 граммов муки и все будет отлично работать. Но так как я хочу сделать шоколадное печенье, поэтому я уменьшу количество муки. И недостающее количество муки я заменю просто какао. Добавляем муку. И не глазик. И следующим шагом добавляем какао. Постараемся, чтобы оно не рассыпалось, естественно, по всему. Это некрасиво получится. Ну вот, какао попало везде, куда только оно могло попасть. Следующим шагом добавим где-то пол чайной ложки обычной соды. В настоящем рецепте они хотят, чтобы мы добавляли полторы чайной ложки соды. Но я пробовал делать и полторы ложки, и одну ложку, и пол ложки. Мне кажется, что больше, чем пол ложки соды, потом просто будет сода сильно вонять. Я добавляю пол чайной ложки соды. Также возьмем, добавим около пол чайной ложки корицы на кончике. Итак, мы забыли добавить ванилин. Если у вас есть ванильная паста или ванильные стручки, как у меня, добавляйте по вкусу, и будет замечательно. Я возьму обычные ванильные стручки из Мадагаскара. Разрежу их напополам. Какой-то попался хитенький, мне хочется разрезаться. Вот так тебе. И достану из них все семечки. Самое вкусное в стручках ванилы это семечки. Вот какие они маленькие. Они жутко вонючие. Потом пальцы будут два дня пахнуть ванилином. Стручки я не выкидываю, я их тоже кидаю прямо в печенье, потому что зачем продукт переводить. Потом в процессе легких печенья я их обязательно найду и достану. И повторю то же самое со вторым стручком. Семечки с этой стороны оказывается. Достучу прямо туда. Когда все сухие ингредиенты немного перемешались, добавим в этом рецепте овес и изюм я обычно добавляю на глаз, потому что кому-то нравится больше овса, кому-то нравится меньше изюма и так далее. Я в общем добавляю пару крибоч овса туда. У меня вот такой 5-минутный варитель от 4 до 5 минут. Что из этого получается? Зачем нам нужен здесь овес? Для того, чтобы создать в печенье структуру, чтобы его можно было жевать и чтобы все вот эти вкусы, шоколад, сахар, ванилин, чтобы они все подольше оставались во рту, чтобы было намного вкуснее. Перемешиваю нашу смесь еще раз. Итак, напоследок нам остается добавить только два ингредиента. Первый – это соль, для того, чтобы усилить вкус. Как бы соль у нас всегда является усилителем вкуса. И второй – наш изюм, который там лежит, намокает. Не забывайте посолить ваше печенье, потому что без соли оно получится безвкусно. Много соли не надо, совсем чуть-чуть хватит для того, чтобы вот эту вкусовую планку немного поднять. На удивление, изюм, кстати, довольно-таки хорошо впитывает воду, поэтому не удивляйтесь, если половины воды здесь не будет, потому что она просто впитается в изюм. Это то, что нам как раз и надо, потому что изюм будет насыщен водой, и он будет мягкий и сочный. Итак, хорошенько перемешаем в самый последний раз, и будем ставить в духовку. Ну вот, наше печенье готово. Осталось все это соскрести аккуратненько, и мы это все поставим в духовку на 160 градусов Цельсия, приблизительно на 20 минут. Хорошенько все соскребаем, для того, чтобы на лопатке не осталось никаких ценных ингредиентов. Возьмем противень. На противень положим силиконовый матрас, чтобы потом не отскребать эти печенья от него. Формировать я их обычно люблю рукой, потому что мне так просто удобнее. И если вы хотите просто их наложить ложкой, или если у вас есть специальные приспособления, для того, чтобы делать формочки или какие-то раскатывать, мы здесь ничего не будем. Если какие-то есть формочки, то можно их использовать, конечно. Я просто это делаю вот так. Еще раз, последний раз, его перемешаем, перемешаем вручную. И будем стараться, чтобы оно сильно ни к чему не прилипало. На самом деле, тесто жутко липкое. Мы из него сделаем вот такие вот небольшие шарики. И положим. С этого размера получается приблизительно 10 печенушек. При жарке они, естественно, расползутся, и они будут более ровные, они не будут такие круглые, как шарики. Опять же, я использую перчатки, потому что потом от этого шоколада руки не отмыть. Вот, получается по 4 печенушки так. Я думаю, около 10, наверное, получится с этого количества теста. Тем временем, моя духовка нагревается до 160 Цельсия. Это в градусах Фаренгейта где-то с 325. Когда раскладываете их на противень, смотрите, чтобы между ними было хорошее расстояние, потому что они потом все равно расползутся довольно-таки сильно. Все-таки здесь очень много масла, и когда они расползутся, они тогда просто слипнутся вместе. Будет точно так же вкусно, но будет просто не очень красиво. Некоторые из них побольше, некоторые поменьше. Ну, в общем. Ну, получается 10 красивых таких шариков. Теперь мы возьмем эти шарики. Наша духовка уже готова на 160 градусов Цельсия на 20 минут. Поехали. Ну, вот, наше печенье уже готово. Моя духовка немного не дотягивает до 160 Цельсия, поэтому я добавил дополнительные 2 минуты. То есть у меня получилось 22 минуты в духовке. Давайте посмотрим, что получилось. Вау, какие классные, да? Как я уже говорил, они немного расползлись. Вот, давайте им дадим 5 минут, чтобы они немного остыли, и потом попробуем. В доме запах просто божественный. Ваниль, корица и темный сахар вообще просто обалденно. Вот такие они получились мягкие. И пока они еще мягкие, конечно, потом они застынут. Ну, вот печенье постояло минут 10, оно немного остыло. Подойдите немного поближе, я вам покажу, как оно получилось. Разламываем одно печенье и посмотрим, что у нас внутри. Ммм, класс. Еще немного дымятся, немного горячие. Давайте им дадим еще 5 минут, чтобы они немного постояли. Мягкое внутри, сверху твердая шоколадная корочка. Очень мягкие, сочные кусочки изюма. Запах и вкус просто шикарный. Попробуйте его сделать, абсолютно не пожалеете. Всего лишь полчаса вашего времени, и у вас получится обалденное домашнее вкусное шоколадное овсяное печенье. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на мой канал. Мои новые выпуски выходят по пятницам. Спасибо вам огромное еще раз, что вы меня смотрели. Увидимся в следующую пятницу. Всем пока.